Всем привет! Меня зовут Марина, и я хочу похвастаться своими новыми сережками. Смотрите, какие у меня красивые сережки, да-да-да. Я заказала их на Джуме 9 мая. Это должны были быть у меня летние сережки. Это не только они, там еще другие пришли. И вот они пришли мне только в конце августа. Летние сережки, ну ладно, ладно. На моем канале уже чуть больше 100 подписчиков. Я, конечно, понимаю, что я не какой-то топовый буктюбер. Но все-таки для меня это тоже очень большая цифра. И я чувствую, что я прям уже вообще такой популярный книжный блогер. Изначально я вообще не ожидала такого отклика на мои видео. Я думала, что их вообще никто не будет смотреть, что все будет впустую, но нет. И в честь такой сросшей популярности я решила рассказать о своей читательской истории. Мне кажется, что я читала просто с пеленок, но навряд ли это так. И вот сейчас ты слышишь, как женщины жалуются, что их дети не читают. Моя мама часто на это говорит, что ребенок в плане своего времяпрепровождения берет пример с родителей. То есть если она садилась читать книгу, то и я садилась читать книгу. И как-то вот так вот я и приучилась читать, поэтому в детстве я читала просто постоянно. В детстве у меня было очень много книг, которые достались мне еще от мамы, от дяди, маминого брата. И это были либо такие тоненькие книжки, выпущенные до 2000-х годов, либо книжки потолще. Вот, как пример могу вам показать. Хотела сказать Гарри Поттер, прикиньте. Дядя Федор. Вот такие вот у меня есть книжки, еще старенькие совсем, видите, уже какие-то вообще тут ободранные. Но они у меня есть. Они были просто зачитаны до дыр, потому что казались мне невероятно увлекательными, смешными. И уже в более взрослом возрасте я себе купила все-таки сборник историй Простоквашина. Ну, уже, конечно же, новенький, красивенький, с красочными иллюстрациями. Я прям довольна этим приобретением. И надеюсь, что мои дети тоже потом будут его читать. Также родители покупали мне много книг, но по возможности. Почему по возможности? Потому что тогда мы жили в деревне, далекой от цивилизации. И была редкая возможность у меня съездить с родителями в районный центр. И только там был даже вот не книжный магазин, там был рынок, базар. И там были палатки с книгами, одна палатка, вернее, с книгами. Я всегда просто мечтала, что да, вот мы приедем, и мы пойдем на эту палатку. И я себе там что-нибудь выброшу у мамы. И вот там действительно покупались многие мои детские книги. Тот же «Гарри Поттер» и «Философский камень». Но я тогда так и не упросила маму почему-то купить мне продолжение. То есть остальные книги из цикла про Гарри Поттера. И потом уже, конечно, эти книги покупались сам в большущие деньги. Их мама подарила на Новый год, все-таки уже в более взрослом возрасте. Но я прям жалею, что тогда мы их не купили, потому что они были такие дешевые. И вот на том же базаре мне, кстати говоря, покупали вот такие вот ужастики «Стайна». Вот такие, вот такие. Это типа черненькие, я так понимаю, это страшные. С кровью, там, у листами. А вот эти, они были не очень страшные. Здесь было просто, просто. Просто про монстра. Вот здесь было про то, как мальчик учился летать. Вот это, кстати, было у меня самое любимое. О том, что мальчик нашел какой-то там рецепт, какого-то зелья. Нужно было сыпануть порошок определенный, который нашел вместе с этим рецептом. И ты, типа, выпьешь эту массу и полетишь. И он реально полетел. Я с детства мечтаю уметь летать. Поэтому это прям была прям любимая книжка. И на том же рынке мне покупали вот такие вот любовные романы «Вера и Марины Воробей». У меня просто тогда была дикая потребность читать что-то новое. И поэтому я постоянно выпрашивала себе какую-нибудь маленькую дешевую книжку. Ну, хотя бы какую-то новую информацию, чтобы получить. Съедала я ее просто за день. Но сейчас это немного дико как-то звучит, да, как бы как это не было возможности покупать книги. Но да, тогда не были развитой доставки ни с Азона, ни с Лабиринта. Это все уже происходило позже. Поэтому у нас вообще не было возможности покупать книжки. Из-за этого родители ездили в город, в Барнаул. Может быть, там раза три в год. И вот тогда я тоже могла надеяться на какую-нибудь новую книжку. И я... Что я делала? У меня не было новых книг. Соответственно, я просто брала с полки старые книги. И постоянно их перечитывала. Открывала там вот это вообще вот так вот посередине наугад. Потому что я уже знала эти книжки наизусть. Ну, и сидела, читала вот с этого вот места. Какая мне разница? Благо, тогда были распространены журналы. И они как-то вот без проблем до нас доходили. У меня была мошенническая схема. Я просила и маму, и бабушку выписывать мне по журналу. Поэтому я получала два журнала в неделю. Если вспомнить, что я читала из журналов, то это были Умняша, Миша, Принцесса, Барби, газета Вовочкины шутки, журнал Яролаш. Уже позже, когда чуть подросла, я читала журнал Классная девчонка. И это было прям кладезь полезной информации для девочек. Там было обо всем. Там было об отношениях с мальчиками. Как понять, нравишься ли ты мальчику, как тебе понравится мальчику. Было про дружбу, были всякие тесты там. Было про макияж, про похудение, про знаменитости. В общем, этот журнал, как такая подружка, что ли, действительно многому учил. Было про этикет, кстати, про осанку правильную. Я даже выполняла какие-то упражнения оттуда на осанку. Потом, когда я была в классе в четвертом-шестом, мне покупали журналы Все звезды и Ронетки. Я была сумасшедшей фанаткой Ронеток. И они тогда тоже были на пике популярности. У меня просто все стены были в плакатах, в вырезках из этих журналов. А потом, когда я уже училась в колледже, попозже я начала уже сама покупать себе Космополитен. Ну, я понимаю, что мне там нравились всякие вот модные штучки, одежда, косметика. Нравились тоже какие-то статьи, опять же, да, про отношения, про моду. Нравилось то, что там были пробнички, духов, парфюма, косметики разные. По-моему, мне как-то даже тушь Шанель, я помню, попалась. И тушь была просто классная. Наверное, вот одна из лучших просто в моей жизни. Также, кстати, интересно, что там раньше писала Маша Розамасова всякие истории, такие статьи. Мне вот нравилось ее читать. А потом она уже стала популярна, как блогер Маша Адавай, в запрещенной ныне соцсети. Но при этом там было столько рекламы. Там процентов 90 реклама. И, ну, как-то в какой-то момент я стала это понимать, что это все просто реклама. Все. Это не очень-то честные обзоры, рекомендации. И я как-то перестала его читать. И, в общем-то, на этом моя журнальная эпопея закончилась. Периодически я, конечно, брала книжки в библиотеке, но почему-то мне это не очень нравилось. Я хотела читать свои книги. Придя в школу, в первый класс, я была самой лучшей в технике чтения. Как бы если ребята еще читали, ну, там, так себе, начинали по слогам, все такое, то я уже читала очень бегло. Став постарше, ну, то есть, где-то класса с пятого, я уже стала более-менее самостоятельно ездить в город. Мне родители давали карманные деньги, которые я безбожно спускала на книжки. И как-то в одной из таких поездок я привезла с собой книжки про Широка Холмса и безоговорочно в него влюбилась. Также я купила себе тогда детективы, детские детективы. Вот такие вот Катерина Вильмонт и переиздание «Черного котенка». Вот такое, ну, там, несколько книжек. Они отлично тогда подошли к моему возрасту. Мне было интересно наблюдать за ребятами, которые расследуют преступления. По сути, это мои ровесники. И это было классно. Когда я стала немножечко старше, пусть это будет класс шестой, меня заинтересовала тема любви. Тут уже стали появляться вот как раз-таки романы Веры и Марины Воробей. Вот такие вот сборнички рассказов для девочек, истории для девочек про любовь и все такое. У меня сейчас, кстати, остался только один этот сборник. Я помню, что их было больше, но я вроде бы... Я помню, что один я точно отдавала своей подружке, Дарилу, потому что вот эта история вот на раз. Ты читаешь, как бы все. Второй раз их читать нет смысла. Я помню, что одну книжку отдавала, но, по-моему, была еще одна. Скорее всего, я тоже отдала, потому что иначе она бы не сохранилась. И еще была вот такая вот серия книг подружки.ру. Насколько я помню, здесь была история о том, что одна из девчонок, вот эта вот блондинка, кажется, Настя, возможно, Настя, хотела купить в магазине сумку, и там была какая-то другая девочка, которая тоже хотела купить эту сумку. И там чуть ли за нее не подрались, но, скорее всего, вот Настя победила эту девочку, купила себе сумку, а та начала вроде как какие-то козни против нее строить, какие-то угрозы ей там присылать, еще какие-то пакости ей делать. И они там с подружками пытались бороться с этим, искать ее и все дела. И в серединке здесь вот есть такой вот мини-комикс, изображающий борьбу девушек за эту злосчастную сумку. Там были еще книги в этой серии, я бы их просто с радостью купила, но мне не было возможности, опять же, из-за моего места жительства. И сейчас они есть на Авито. Я вот сегодня даже специально посмотрела, по 100 рублей стоят книжки. Но там неполная серия собрана у девушки, но я даже задумалась, заинтересовалась этим предложением. Кстати, раньше еще был сайт подружки.ру, и там было много всякой всячины, но тоже такой девчачий сайт. В восьмом классе наконец-то выяснилось, что в нашу далекую-далекую деревню возможна доставка с Азона. И родители мне подарили на 8 марта первый том «Графа Монте-Кристо». И именно с этой историей и началась моя любовь к Дюма. Но, кстати, да, подарили мне только первый том. Второй том я брала у своей классной руководительницы, дочитывала. Потом уже сама себе, конечно, уже докупила, но тоже в более взрослом возрасте, не так давно. Но любовь к Дюма у меня началась. Я стала собирать вот такие вот красивые книжечки, можете там увидеть, примерно хотя бы. В то же время мне, кстати, купили «Властелина колец», но он мне как-то тяжело давался в плане чтения. Я до сих пор не знаю, в чем дело. То ли в переводе, то ли просто тяжелая история, то ли как-то не мое. Я не знаю. Я потом его не перечитывала, и фильм я как-то не смотрела, ни разу не смотрела. Ну, что-то у нас с ним не склеилось. И примерно тогда же я познакомилась с Кингом. Вконтакте я познакомилась с парнем, мы с ним так немножко переписывались. Он любил читать, и как-то сказал, что то ли он сейчас читает Кинга, то ли это его любимая книга. Он сказал, что это какая-то страшная-страшная, жуткая-жуткая книга, огромная, там вообще тысяча страниц. Я заинтересовалась, он мне сказал, что это вот оно. Я ее купила, я ее прочитала. У меня тогда, наверное, нервы были крепче, я не побоялась такое прочитать, я была в восторге. Но позже, когда уже пыталась перечитать, поняла, что не могу. Даже не из-за того, что там как-то мерзко-страшно, скорее из-за того, что там много описаний. Ну, это да-да-да, это фишка Кинга. Ну, что-то я не могу больше походу читать его. Вот эти вот огромные кирпичи. Кажется, все, я с ними покончила. И вот тут наступает переломный момент в моей читательской истории. После девятого класса я поступаю в колледж на экономиста. И, ну, скорее всего, вы знаете, то, что если поступаешь в колледж после девятого класса, у тебя очень мало околопрофильных предметов, а идет программа десятого-одиннадцатого класса, которую ты должен пройти за один курс. И у нас была литература. Если в школе я любила литературу, без проблем все читала, то, что нам задавали, мне даже нравилось, мне было интересно, то здесь началась просто жесть. Пара по литературе у нас были раз в неделю, по-моему, две пары в день, и, по-моему, по понедельникам. Я даже до сих пор это помню, господи. На первом же семинаре я получила двойку. Там это как работало. Если ты за пару вообще ни разу ничего не сказал, не ответил, то ты ничего не получаешь, никакой оценки, и просто радостно идешь домой. А если ты один раз ответил, вполне себе в тему правильно, нормально ответил, может быть, даже очень хорошо, но больше за пару ты не проявлял активности, ты получаешь два. Вот так. И вот пришла я, девочка-отличница. У меня в школе даже ни разу четверки за четверть не было. И я была одна из немногих, как я думаю, которые действительно прочитали эту книгу, произведение. Это была «Гроза Островского». Я ответила там что-то и получила два, потому что больше не отвечала. Ну, я не знала, что там такая схема. Ладно. Я упросила преподавательницу не ставить мне двойку, попросила доклад. Я его сделала, я исправила эту оценку. Окей. И потом началась просто ежедневная борьба с литературой. В сжатые сроки мы должны были очень-очень-очень много читать. В целом, надо было читать, ну, как бы книгу в неделю. И, ну, сейчас для меня это как-то нормально, я могу. А вот тогда мне не хватало времени, у меня была большая загруженность. Стоит учитывать, что тогда еще я вставала в 5.30, потому что всегда учились с первой пары, я жила далеко. Соответственно, к вечеру я была уже просто как зомби, спать, 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 все. Но и у нас было по 4 пары, по 5 пар бывало. Это было нормально. И ты приезжаешь домой, а ты просто делаешь уже домашку на следующий день. На все эти 4 пары задавали реально много и всегда. И вот еще же надо читать. И в целом, я могу сказать, что я успевала, но некоторые книги были недочитаны. Хотя я даже в автобусах ехала и читала. Прикиньте, я, ну, по 5.30 вставала в 6.30, я ехала в автобусе и я читала в 6.30. Блин. Слава богу, конечно, когда можно было спастись где-то кратким содержанием, где-то какими-то рецензиями на книги. Просто спасибо. И эти пары по литературе были еще тяжелые тем, что мы разбирали все досконально, до мелочей. Я, допустим, до сих пор помню, что мы обсуждали, что в комнате Раскольникова были желтые стены. А желтый — это цвет болезни и сумасшествия. И иногда были такие вопросы преподавательницы по типу «А какого цвета было платье у Сони Мармеладовой в такой-то сцене?» И тут все судорожно, 30 человек, начинают искать книги «Какого цвета было платье? Господи, какого цвета было это платье?» Получается, она 5 минут там где-то ждет. Никто не отвечает, никто не может найти цвет этого платья. Она называет там какую-то фамилию списка любую. Этот человек не знает, какого цвета платья он не успел найти. Она ставит ему точку, и все до конца пары ничего не ответил. Два. Круто. И то есть, помимо того, что ты читаешь книгу, ну, когда готовишься к паре, ты еще стараешься отметить всякую незначительную фигню, запомнить. Ты смотришь, такая «Так-так-так-так-так-так, вот здесь вот у него был желтый костюм». «Так, надо запомнить, господи, надо запомнить, вдруг она это спросит». Ну и были, конечно, еще аналитические задания письменно, и все это мне просто напрочь убило любовь к чтению. Ну и вот потому, что я целый год читала в огромных объемах, то, что я не хотела читать, я просила читать практически в тот период, и года два после этого, ну, то есть в колледже я почти не читала. Да, я в тот период познакомилась с такими произведениями, как «Дом в котором», «Хроники Нарнии», познакомилась с «Агатой Кристи», ну, это буквально там две книги в год. Что же меня вывело из этого супер не читая? Банально, но буктюб. Я уже не помню, какое было первое видео, которое я увидела в Ютубе, но мне очень ярко запомнилось то, что я зашла как-то на Ютуб, и мне в рекомендациях вышел стрим, запись стрима Риты Маргариты. И она там отвечала на такие книжные, около книжные вопросы. Мне было так интересно слушать. Ну, а там уже я посмотрела это видео, мне начал Ютуб рекомендовать ее видео, Аня Bookspace, Алиса и Демы. И это стали такие вот три блогера, которых я смотрела постоянно. Я, в общем-то, и сейчас их смотрю. Раньше я даже не подозревала, что есть такие люди, которые читают книги и снимают про это видео, делятся своими эмоциями, впечатлениями. Опять же, снимают какие-то интересные книжные форматы. У меня просто мир перевернулся. У меня появилось такое острое желание читать. И в конце третьего курса я начала копить деньги. Я начала зарабатывать деньги тем, что писала там одногруппнику работы за деньги. И я купила себе электронную книгу, с помощью которой я могла читать все. Когда я насмотрелась этих видео, я решила создать свой книжный блог. Я хотела снимать видео, но мне не позволял мой телефон, потому что эта камера была там не очень. Опять же, там было мало памяти. Поэтому я решила создать свой блог в запрещенной соцсети. Если тут это называется буктюг, то там это был букстаграм. И сейчас понимаю, что, да, конкуренция была огромная. Но как-то я осмелилась, знаете, создала. Но я про это хочу еще как-то отдельное видео когда-нибудь снять, потому что там тема, правда, такая объемная. Я читала книжки, писала посты на книжную тематику, на околокнижную тематику, писала отзывы на книжки, о книжках, отзывы о книге, отзывы о книжках я писала. Но в Инстаграме есть такая особенность, он не продвигает твои посты вообще никак, если ты не заплатишь ему денежку, в отличие от Ютуба, который тебя реально продвигает, потому что, ну, как бы я ничего не делала для того, чтобы у меня было 100 подписчиков. Ну, я понимаю, это не огромное какое-то число, но, тем не менее, там я набрала где-то около тысячи, ну, с лишним, там, подписчиков. Но в какой-то момент я выгорела, потому что я не чувствовала какого-то отклика, и я не чувствовала больше радости. Я чувствовала только погоню за охватом, за показами, за вот этим всем, за количеством подписчиков. Также другие блогеры очень сильно влияли на это. И я ушла, я пыталась несколько раз вернуться. Когда я возвращалась, я опять же видела, что отклик стал еще ниже, этот инстаграм меня еще сильнее забил, просто в какое-то дно. И я все это забросила, разочаровалась, и все. Но при этом, когда я закончила свое блогерское дело, я все так же много читала, и очень много покупала книг, потому что тогда меня на это мотивировал блог. И тут как-то я по инерции покупала, покупала и покупала. И, в общем-то, вот когда-то пришла вот к всему этому. Вот года за три после букстаграма я собрала свой великолепный книжный шкаф. При этом книги я покупала не так уж часто, но как бы на Новый год, на день рождения, такие основные большие покупки. Ну, в этом году, да, еще свадьба тут у нас встречилась. Ну, вот я как-то покупала, покупала, покупала эти книги, читала, 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 и поняла, что у меня теперь появился нормальный телефон, на который я могу снять видео. У меня появился муж, который разбирается во всей этой технике, в ютубах, во всяких. Вот, и поэтому я решила, почему бы мне не снимать те видео, как я раньше мечтала. И для меня это действительно более комфортный и удобный формат. Да даже говорить о том, что, знаете, в инстаграме нужно было умещать свой пост в две тысячи знаков. Да, мне никогда не хватало этого. А здесь я могу болтать, сколько мне влезть. Ну, конечно, читательская история моя еще не завершена, она еще длится и длится. И вот сейчас я вышла на работу, читая намного меньше. Но надеюсь, что видео о прочитанном, даже если там будет всего две-три книги, все-таки будут вам интересны. Да и, в общем-то, это вся моя читательская история в каких-то ключевых моментах. Я надеюсь, что вам было интересно. Делитесь в комментариях своим мнением по поводу моей читательской истории. Можете рассказывать свою историю. На этом у меня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok